Российские войска зашли в тупик. Украинское контрнаступление почти полностью выбило российские войска из Харьковской области. Хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. На фоне поражений в Украине Кремль готовит почву для повторения крымского сценария в Карабахе. Так считают в Украинском аналитическом центре «Политика». Правительство непризнанной республики Нагорный Карабах осенью 2022 года возглавил Рубен Варданьян, миллиардер и ставленник Кремля. Ситуация в Карабахе обострилась месяц назад. 12 декабря в Лачинском коридоре, через который проходит автомагистраль в Армению, началась мирная акция экоактивистов. Протестуют против эксплуатации месторождений на азербайджанской территории, которую контролирует военный контингент России. Требование проведения экологического мониторинга, справедливого экологического мониторинга в соответствии с нашим экологическим законодательством. При этом сообщается, что проезду транспорта никто не мешает. Но руководство непризнанного Карабаха говорит о дефиците продовольствия и угрозе гуманитарной катастрофы для 120 тысяч человек. И речь идет об этнических армянах. 120 тысяч человек находятся без возможности получения какого-либо питания, средств медицины. О той же катастрофе с теми же цифрами упоминает и зампредкомитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Новая азербайджанская провокация – это часть стратегии выдавливания армян с родной земли, способной вызвать на горном Карабахе гуманитарную катастрофу. Дальше синхронное повторение этой цифры в прессе. Так было при оправдании захвата Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины. Уже третий день 120 тысяч армян Карабаха находятся в полной блокаде. И 120-тысячное население Арцаха, из которого 30 тысяч детей, оказалось в состоянии гуманитарного кризиса. Давайте разбираться. По данным католического фонда ACS, который занимался сбором данных о беженцах, до войны население Анклава не превышало 103 тысячи. Дальше. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате войны Анклав покинуло 91 тысяча армян. Из них после войны вернулись лишь около 25 тысяч. Путем простой арифметики вычисляем. Население в Карабахе составляет не более 40 тысяч человек. То есть цифры завышены в три раза. Цель этой манипуляции цифрами – обвинить Азербайджан в масштабности так называемой гуманитарной катастрофы и не только. Первое – это все-таки отвлечь, частично отвлечь внимание и переключить хотя бы часть внимания с украинской войны, переключить на какие-то другие конфликтные точки конфликтов, для того, чтобы туда смотрел мир в том числе. Следующий шаг – присоединение к России, считает президент Украинского аналитического центра политика Игорь Попов. С началом агрессии против Украины армянские руководители Карабаха и соседние Армении стали выступать за усиление российского военного присутствия и проведение референдума о присоединении к России. 18 марта прошлого года за это выступил бывший глава делегации Национального собрания Армении ВБСЕ. 25 марта Совет безопасности Анклава обратился к президенту России с просьбой увеличить численность российских миротворцев. Дальше только больше. 31 марта за референдум выступил бывший глава Аскеранского района Карабаха. Затем армянское издание Гра-Парк. Бывший исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении. Президент непризнанной республики. И экс-премьер Армении. Там даже призвали массово получать российские паспорта. Это даст непризнанную, но реальную территорию, населенную гражданами Российской Федерации. И юридическое право России вмешаться в процесс. Вы абсолютно правы. Будет попытка пройти по кримскому сценарию, сказать, что есть такое-то количество населения, необходимо туда что-то ввести. Что именно ввести, вы же сами понимаете. И сказать, что мы тут все держим под контролем. На самом деле это будет провоцирование. События в Карабахе многие эксперты сравнивают с российскими претензиями к Украине. И о вероятности применения гибридных методов ведения войны Россией. В том числе попыток проведения псевдореферендума, раздачи российских паспортов и затем уже войсковой операции под предлогом решения гуманитарных проблем. Продолжение следует...